Дежурный мельник Здравствуйте, Юрий Владимирович в отпуске и на целый месяц я буду исполнять обязанности заместителя начальника Меня интересует, чем у нас в этот месяц будет заниматься кабельное телевидение Есть какие-то проекты? Проекты есть Проекты есть Реализуется уже художественный фильм «История нашей коми» На счет фильма поподробнее «История колонии» с момента основания, с 1938 года Ну да Не совсем с 1938 года Мы, конечно, упор делаем на новое время, на 90-е годы и начало 2000-х годов То есть вы хотите начать историю колонии, грубо говоря, все ваши съемки с момента основания кабельного телевидения Это 1995 год 1995 год Продолжительность вашего фильма в какой объем, думаете? На 30-40 Мысль интересная, какие сложности уже, может, возникли? Чем я могу помочь? Еще не думали? Ну, мы еще подойдем Хорошо Если что понадобится, какие вопросы, я, в принципе, всегда Ну, если не здесь, то меня, во всяком случае, можно найти Ну, все, больше не задерживаю До свидания До свидания Поскольку я здесь пою на этой сцене, я ни разу вот так горло сейчас не болело. Ребята, я тут хронологически отметил. Так проблематично вообще, да. Нет, ты слушай, нет вообще. Вообще, дело в чем, у нас основные объекты это новый корпус 18-го, это храм, это мечеть, ну и ботанический сад. То есть у нас фильм будет, ну как бы, из стендапов, да, вот это, кратко-любой экскурс по нашей колонии. Да, кратко-любой экскурс, а потом пошел, что документальный экскурс. Как было раньше, да, как все начиналось, но что сейчас, как бы, имеем фильм. А потом мы показываем, мы показываем, как оно стало сейчас у нас, в современности. Это два кассеты, которые от второго Чукова работают. Ну, разберемся. На мне как бы лежит еще и ответственность за техническое обеспечение всего этого проекта. То есть кассеты очень старые, где-то я глядя на экран, пытаюсь сориентироваться, насколько сложно будет что-то взять. Ну, нужно учитывать то, что у нас далеко не такая высококлассная аппаратура, как хотелось бы. Ну, наиболее сильные эмоции, конечно, при просмотре видеоматериала вызвало съемки заложения первого камня нашего храма, который я, как человек верующий, постоянно посещаю. А вот это храм строится. Вот, да-да-да. Как раз, по-моему, и это есть устроение. Так я про что тебе и говорю. В сей день время не стоит на месте. Наша колония очень долго развивалась. Пошла огромный путь. Очень много было построено объектов. То есть много было событий, действительно, все это видишь на пленке и какие-то определенные испытываешь чувства. Вот, тоже хороший кадр. Всегда, когда прикасаешься к старым фотографиям, ты прикасаешься к прошлым. О, колледж. Ты смотришь на эти здания, ты смотришь на эти лица, ты смотришь на совсем другой мир, который тебе еще не знаком. И это, конечно, достаточно необыкновенкие эмоции пробуждает. Вот, это двое пришло с ним. Познакомься, Александр. Очень приятно. Ну, что могу вам сказать, ребята? У нас есть видеоматериалы, которые нам Борис предоставил. У нас есть, нашли мы немножко фотографии. Ну, как немножко пачку, такую здоровую. Пепло твою. Негатиновый наркоман. Что мы сейчас делаем, Борис? Ну, вот отсматривать материал, отбирать кадры. А тебе надо написать. Прямо пошагово. Ты пришел в храм. Куда в храм? В смысле, куда в храм? Ну, куда в храм? В сам храм, на крыльцо храма. На крыльцо храма, а то внутрь храма. Вот именно с этого и надо. Борис будет непосредственно заниматься монтажом. Короче, общий вывод. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас встаем и идем. Ты сейчас в ботанику идешь? Ну. Это, конечно, очень хорошо, побывать на объекте съемок непосредственно до проведения самого репортажа. Робцаны. Это позволяет ознакомиться, собственно, с обстановкой, царящей на объекте съемок. Вон, смотри, вон он, бракодильчик. Ой, мой халюсик, как он подрослый у нас. Где же эта змея? Змеюха, а вот змея. Наметить какие-то даже выгодные точки съемок для того же оператора. Ты такой сюда, снимаешь общую панораму, чтобы хотя бы раз в жизни был общий вид, а то у нас его вообще нету нигде. И люди сидят тут по пять лет, они даже не знают, что из себя представляют ботанический сад. Наверное, об истории каждого из объектов расскажут. Кто-нибудь из работников этих объектов, то есть в храме, там, изделяющие общины православные. Отсеешься роты твоей христианской души, чтобы ты рассказал нам конкретно все. Тут хорошо относишься к этому, а мы вообще-то пожелатели всегда идут на встречу. Стараемся больше импровизировать, то есть так намного интереснее, чем какие-то механические слова, учить выражения. Здорово, парни. Ребята, здравствуйте. А мы к вам. Мы снимаем фильм нашей колонии документальной. Слушай, как все, удача складывается вообще. Да не говори. Не то, что как тогда. Я вам одно скажу, мне сегодня решительно нет аппетита. Здравствуйте. Знаешь, как будто по месту я пошел снова. Это будет пейзажка. I am go restaurant. Чай-то есть, да? Дайте нам хоть что-нибудь. О, отличный осенний пейзаж. Так-то вот эта пайка хлеба, она по калорийности превосходит. У меня наоборот это притупило. То, что вот давно ех, не ем. Потом по балаболе. Кушаешь и все. Я, конечно, понимаю, что ты верен старому доброму принципу, когда я ем, я глухонем. Но мне-то теперь что поделать? Тебе есть, молча. Ну и все, идем в ботанический сад. И ты мне еще только сейчас это говоришь. Лан, пойдем. Нет, мы что-то... Ботанический сад тогда идем. Ты подожди, мы снимаемся таким вот человеком, чтобы не было видно в мониторе, что там действительно ботанический сад. Я понял тебя. Понял тебя, все. Могу вас порадовать. Нам привезли целую телегу новых газет и журналов. Какое... Самокруги будут крутить. О, тут не пахнет просто самообразование. Вот так, нормально, ждать. Я всегда импровизирую. Я считаю то, что это самый лучший способ. Что-то я опять меня понесло куда-то не... Да вот я вот говорю, вот это нельзя мне настроение портить перед репортажем. Потому что начинается все с голой импровизации. А потом уже, когда ты приходишь на место, тебе кажется, что у тебя в голове есть какой-то определенный, заранее заготовленный. Текст. Как, Никодила, это звук? В прошлом его назвали Ума. Рокурс у вас нормальный? Ума. Я примерно уже наметил картину съемок, то есть именно те точки, где я буду стоять с камерой. Снимай, все. Все нормально. А на тебя ничего? Да. А сейчас мы пообщаемся с хранителем нашего ботанического сада, с Николаем. Человек, который принимается, включаясь за ботанический сад. Ну, он действительно увлеченный всем ботаникам, животным. С 96-го года здесь находился в Таганиле, который нас недавно покинул. Просто сильно вырос. И его передали в зоопарк нормальный большой. А сюда привезли другого более мальчика. Имя, которому до сих пор не придумали. Не придумали. Слишком оригинальный это подозревание имена. Игорь, это сужденный мир, да. Подожди, я засниму еще одного обитателя. В общем, так получилось. Нам ребята съемочной группы дали пользоваться камеру, которая работает под водой. И мы решили провести первую в истории нашего каменного телевидения подводную съемку рептилий. Это что-то новенькое, если честно, было. И мы маленько увлеклись. Чрезвычайно расстроился крокодил. Чрезвычайно расстроился крокодил. Да, потому что, наверное, за свою недолгую жизнь он не испытывал, наверное, никогда ничего подобного. Все мы справимся. Понятно. Переживай. У него, в принципе, есть своя текущая работа. Ну как своя. Наша текущая работа, которую ему все равно нужно выполнять. Ладно, если что. То я вас доверю здесь. Давай, удачи. Вам? Так. Она нам не помешает. Вполне автономная. Вполне в состоянии работать и даже отдельно друг от друга. Потому что бывают и такие моменты. Все отработано. Камеру-то поднял? Ну, ладно. Это что? Добро, да, камера. Ну, ты берешь, опять же, общий фон, все вот эти вот дела. И потом мы уже подходим к самому храму. Ну, ты знаешь, а что говоришь? Да уж, наверное, знаю. Да что сегодня такое-то, с вами понять не могу, я могу. Подстойте. Не торопись. Я не тороплюсь. А сейчас мы познакомимся с новым председателем православной общины ФКУ ИК-2 Владимиром Севолодовичем Фотиевым. А вот и Владимир, замечательно. Владимир, подскажи, в какого дня состояла закладка? Его тогда не было еще. Я знаю, что его тогда не было. Мне какого говоришь? 17 июня. 17 июня 1996 года. Те условия, в которых мы находимся, это условия как бы не свободы, но душа требует общения, как бы и тянется к Богу, и слава Богу, у нас есть этот великолепный храм. Храм, как символ надежды, символ веры для осужденных христиан, он должен стать для них именно некими вратами в новый мир, в новую жизнь. Храм – это то учреждение, которое принимает покаяние грешного человека. Благодарю вас. Ну, что-то я думаю, этого хватит. Напомню. А помнишь, в девятом году ты был здесь, нет? В общем, пускали ребят на колокольню самим поупражняться, почувствовать себя в роли звонаря. Если честно, такую ересь играли, но все равно старались. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты куда яд вообще пьешь? Да, я яд пью. По-другому никак. Если нефть, кровь войны, то кофе это кровь нашей работы. Надо порасслабленнее, наоборот, играть. И у тебя вот работает пресс только и губы. И все. А сам не напрягайся, у тебя напрягается только пресс с губами. А плевки нормально? Да, и плевки еще почетче делать. Ну вот так. Как семечки, как скрубки. Да ладно, мы тогда с гаражом как-то, помнишь? Ой, не вспоминай. Ну здесь-то все это проще, здесь-то, понятное дело. Нет, тут просто видишь, когда возникают такие ассоциации уже с этим гаражом, мне это вообще не нравится. Так-то что, неудача, неудача. Пикуль, кстати, нашел все-таки. Нет, почему неудача? Тогда-то ладно, мы не знали за промку, здесь-то понятно, что мы уже не на воле. Да на воле там всякие линейки проводятся торжественно. Но у нас еще собрались, классный час, быстро 20 минут провели, обсудили. Учебу. Да. И разбежались. Конечно, к ТВ-шкам никто никогда не курсанул, что проходило, что-то подобное. А оно надо кому-то? Да, вот так вот, на репетициях вот так вот тренируйся, плевки четче делать. И нормально у тебя все получится. А вот не надо на книгу, пожалуйста, я ее искал две недели, а что за неуважение? Нет, ничего страшного. Как бы вот, и все. Эхей, мой друг. Как сам-то? Нормально. Нет, перед входом мечети мы сейчас краткий, опять же, стандартчик запишем, а потом мы заходим уже и начинаем общение. Нет, заходи, ты там видишь, там тесно, я думаю, потом, после интервью. Видишь, какая штука, особенности, вот там, мусульманское вероисповедание, они подразумевают то, что они снимают обувь перед тем, как зайти в мечеть. Нам это все надо делать быстро и оперативно, то есть мы сейчас пишем стандарт, потом вваливаемся туда, снимаем обувь, и там общаемся уже нормально с работниками четь. В 1995 году в нашей колонии была образована мусульманская община иман. Так, ладно, пацаны, мы разуваемся, да? При входе в молельную комнату я заметил на двери табличку на нескольких языках. А что это за языки? Это написано на арабском языке. Бисмилу Ахмад Рахим. В переводе на русский означает «в имя Аллаха, милость его, милость его, милость его». Писать о Корандах? Ну, наверное. Работа мусульманской общины, она эффективна? Эффективна, я сам с этим убедился. Много чего узнал о своей вере, того, что я не знал на воле и как жил неправильно. Все, наверное, достаточно здесь? Ну, это понятно. Ладно, ребята, спасибо вам. И после этих слов я окончательно очнулся. Иска, как бы трудно не было, смог распознать в зеркальном отражении себя. Такое ощущение, как будто я сейчас только что пресс на городе делал. Вот что, наверное, болезнь. Я вообще никаких изменений не слышу. Я слышу, я слышу. Что бы ты не слышал, что ты не сомневаешься. Нет, значит, ты не веришь, можешь зависнуть. Иди на сцену, сделай то же самое. Сделай то же самое, тогда будет уже по-другому. Изменения, на которые вот я напрягаюсь, вы будете связки, вот эти есть изменения. А в культе что-то изменилось, я вообще ничего этого не слышу. Что, я не помню? Что ты не веришь? Я тебя напрягаюсь, не слышу, не знаю. Да, не просто слышать, а понимать друг друга. Я тебя понял, но я сделал то же самое, что мы делали на сцене. Просто эффект немножко другой. Как ты понять этого не можешь? А как ты понять, кто не может, Сергей? Вот сколько я здесь пою на этой сцене, у меня ни разу вот так горло вот сейчас не болело, как сейчас она заболела. И что, я не могу там что-то. И ты мне говоришь, что ты там что-то изменил, так это я вот этим голосом менял. Иди на сцену и проверь. Не разу верить, что ты. Я тебе говорю, что вы тебе на тебе показываете, иди и проверь. У меня никакие пластические операции не делали со связкой. Я не виноват, потому что я был в голове. Я не виноват, потому что я был в голове. Паша давно у себя не слышит голоса, поэтому у него не получается так, как он хочет. И вот то, что можно понять, это нормально. Звук всегда в колонках, в зале звучит несколько по-другому, чем в записи. Бабуль, привет! Привет, мой белый, вот здесь. О, я тебя тоже люблю, бабуль. Я очень люблю, моя зуба. Ну все, что ты опять платишь-то? Вот и звоните, и плачете постоянно. Что начинается? Она, конечно, переживает. Волнуется за меня, то, что я нахожусь здесь. Но, тем не менее, связь мы с ней не обрываем. То есть я постоянно звоню. Также, вот как вы только что видели, она звонит к ней. Ты поедешь к у нас свидания-то со мной? Да как я не поеду, бабичуряка? Такого не может быть, как я не поехала. 25-го числа. О, там Егорка, что ли? Эгей! Привет! Какой-то к Егор, что встал. Скажи, здравствуй, Сереженька! Егора! Эгей! Присутствовали двое моих братьев, маленьких. Одного брата я еще вживую не видел. То есть он родился два года назад. Я уже находился в местах лишения от свободы. То есть увидел только впервые, вот здесь, вживую, через скайп-связь. Дальше, ну, до этого я видел только его на фотографиях. А вы что ему говорите, где я нахожусь? В командировке, что ли? Раньше им приходилось ездить раз в месяц, раз в два месяца на свидания, на короткие. То есть это довольно длительная процедура. То есть нужно приехать. Путь немалый. Особенно для бабушки. Сейчас она, не выходя из дома, может как минимум раз в Мигелю. Если как раз в месяц, она может повидаться со мной, поговорить. Я еще болит. Что, у меня болит? Болит. Да у меня ничего не болит, нормально все. 25-го, я приеду обязательно. Все, ладно. Все. Буду ждать. Ну все, не плачь, хватит плакать. Да, она постоянно плачет. Она постоянно мне твердит, что боится, что не дождется меня. То есть, конечно, иногда у меня бывает, ну, к самому наворачиваться, слезы, то есть от таких ее расстройств. Ну, что теперь поделаешь? Ну что, опять нас Борис оставил в томительном ожидании. Ну, что поделать, он у нас занятой человек. Есть у меня в запасниках старая камера, которой действительно лет 20, наверное, уже. Тем не менее, она до последнего времени была в рабочем состоянии, даже мы ее пользовались буквально зимой. Сейчас не знаю, сейчас вот ребята пойдут, проверят, посмотрят. На самом деле, конечно, уже, прямо скажем, музейный экспонат. Но, тем не менее, работающий. Я вот люблю здесь, знаешь, иногда посидеть. А почему-то располагает вот именно такая атмосфера. На свидание уже поскорее надо сходить, не ожидать его. Когда пойдешь-то? В 25-го. 25-го. Много еще? Ну, да. Ну, долго, нормально. Много? Двое суток схожу, отдохну. Тоже в сентябре так-то планирую сходить. Тоже повидаться. Все-таки в сентябре уже, 4-го числа, 4-го числа уже 4 года будет ровно. Да. Ну, я не знаю даже. Это ты на год больше, чем я сидишь. Это, как бы, по идее, это дата. Но, как бы, я вот по глупости своей иной раз называю это праздник. То есть, понимаешь, если это праздник, то непонятно. То есть, поздравлять меня надо или сочувствовать, наоборот. Не знаешь, я попал в тюрьму подростком. Мне было каких-то долбаных 17 лет. Я, по сути дела, еще неразумное дитя был. Это за это время вообще много воды утекло. Вообще, все изменилось. А знаешь, как ни странно, когда вот я вот очнулся, помню, да и помню тут день, и когда вот я проснулся с утра, я понял, что я в КПЗ на полу тут сплю. Вот, и глаза открыл. И первой моей мыслью было, что вот впереди 6 лет. И за эти 6 лет моя первоочередная цель – это выйти точно таким же, каким я сюда попал. Представляешь, как глупо, да? Ладно, это все лирика. Где у нас буря-то? О, а мы тут что-то настолько загнались за жизнь, что даже не заметили твое появление. Чего лентяй сразу? Я как всегда умерел. Слушай, то, что ты заставляешь нас иногда ждать, это не значит, что мы лентяи. Лентяй, лентяй. И вот ты нам сегодня обещал какое-то очень интересное место показать. Что за сюрпризом нам приготовил? Сюрприз. Опять интриги. Правда, мы делали то, что мы делаем сейчас. Вот она, это обитель легендарный. Ты посмотри. О, когда вот раньше не скинчики крутили, понял? Ли, вот помнишь, в клубе окошки такие сверху, это вот они туда, походу. Я понял. Весь клуб как на ладони. Да? Да, вот через эти вот амбразурки, походу, и проецировалось изображение. А видно что? Что, ничего не вижу. Так ты ее открой. Вверх. О, панцов. Так лучше? Эй, эй. Хелло, мой друг. Пришли в то первое помещение, где зарождалась студия нашего кабельного телевидения в колонии. Боже, юность, смотри. Где, походу, первый телевизор вообще. Я таких даже не застал. Юность 406. Нахунули разные ностальгические воспоминания. То есть я вижу эту технику, то есть она довольно старая. Она именно, ее применяли в то время, когда я еще был маленький. Это наверное в СССР. Аристократы на выбрали, и вывозили его с собой на пикники. А я, опа, фу, все, я там рисунк поставили. Все, у них понеслась как-то. Юность 486 меня поразил. Юность, то, что там тоже было? Лебединая озина. О, лебединая озина. Все, там трубку закурили там. Здесь была студия КТВ, то есть наши предшественники здесь монтировали свои первые репортажи. Так, что это такое? Ну ладно, In Japan. Ну-ка, вскрывай. Опа, отцов! О, агрегант! Это вот та первая камера, с которой они работали, наши предшественники. Также Борис нам оставил камеру, и самую первую камеру, которая служила инструментом тех репортажей. Это намного больше, чем наши сейчас. Представляешь, я бы хотелось позвонить вот так. Я бы тебе не завидовал. Ты с этой-то мучаешься, она у тебя в карман не влезает. А, нормально. С этим гранатометом ты бы горе хапнул. Я, безусловно, проникся большим уважением к этим людям, которые в столь непростых условиях того времени смогли создать здесь, в местах лишения свободы, в колонии общего режима, такую организацию, которая функционирует до сих пор. Что, судя по всему, ребята, вообще неплохо проводили время, да? Ну, как мы можем отдать им, так скажем, должное. И, безусловно, у нас возникла идея. А что, если совместить все это с теми людьми, которые это все создавали в то непростое время? Принестись сюда, засняйте, чтобы они были с этой камерой. Первая камера, первое помещение. Эти люди давно уже освободились, у них своя, надеюсь, успешная жизнь. И непонятно, захотят ли они возвращаться в это свое прошлое. Средства массовой информации, колонийские, это вообще нонсенс был по тем временам. А, тогда я еще, помню, в садик пойдем. Да, а я пошел в школу. Ребята уже потели здесь, я представляю. Берем, ну, кейс. Да, я осужденный. Я ваш, так скажем, коллега. Дело в том, что мы сейчас снимаем документальный фильм о истории кабельного телевидения ФКВИК-2. Вы ведь начинали свою профессиональную деятельность именно здесь. А если после того, как я постучусь, я, так скажем, в прозак попаду? Вы должны здесь появиться. Начнем с этого. Это я, когда, ну, кто-то, генерал, сходите. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте, дорогие. Привет.